Если вы были с нами прошлое воскресенье, я говорил 2 Тимофея. Сегодня мы пришли как раз, наконец, к Тимофею 2. 2 Тимофея 2 глава 22 стих. Сколько двоек в начале, вот скажем, индексе? Четыре двойки, да? Какая сумма четырех двоек? Ну, а сумма, скажем, восьмерка, да? Ну, если можно почитать. Я хочу, чтобы мы просто чуть-чуть включили, проснулись. И как раз я, когда раньше как-то еще сказал по-украински этот стих, и никто не понял. Этот стих меня, не знаю, или захотел, или Господь побудил, или, может, кто-то заставил выучить еще в раннем детстве. 2 Тимофея 2 глава 22 стих. Там написано, юношеских похоти убегай, но держись правды. Верой, любви, мира с теми, кто Господа призывает от чистого сердца. Возможно, есть не точно, ну, есть переводы, что там не точно, только слово в слово. Но вообще мне нравится. Например, скажем, сейчас открою новый русский перевод. В новом русском переводе оно, в принципе, тоже красиво звучит. Избегая всяких порочных желаний, свойственных юности, стремись к правде, вере, любви и миру вместе с теми, кто искренне обращается к Господу. Красиво сказано. Хорошо, друзья, дорогие. Что общего в этом стихе с предыдущими стихами? Помните, мы последние три стиха, это 19, 20 и 21, говорили о сосудах, что мы сосуды. И апостол Павел сказал, что мы все, вот это вот, что все, все то, что Бог дает, носим в этих глиняных сосудах, потому что мы все из глины, да? Вот Господь нас сел и слепил. А почему здесь у Тимофея, если, скажем, чуть раньше, вернуться выше, деревянные, глиняные, а в Доме Большом есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Получается, дерево, глина, серебро и золото. Павел, ты в Второе Послание Коринфянам говоришь, что мы все носим это в глиняных сосудах, а почему у тебя сейчас здесь уже четыре материала, с чего мы состоим? Когда рассуждать, почему, вот разный материал, у нас очень был хороший разговор на эту тему на домашней группе, когда мы беседовали, то подошли к тому, что Бог сделал нас всех, самыми-самыми лучшими, перфект. А потом почему-то, вот мы в процессе жизни, потом мы становимся или деревянными, или глиняными, или золотыми. И в разговоре мы пришли к тому, что это реакция на события, на испытания. Помните, Христос нам раньше еще говорит такую притчу, говорит, есть те, которые строят из золота, драгоценных камней, дерева, сена и соломы. Почему вообще такая огромная разница? Что такое драгоценные камни, золото и серебро, а что такое дерево, сена и тем более солома? Только буквально какая-то искорка, и ничего не осталось. И как это может быть? Когда мы углубляемся, изучаем, в чем дело, почему такая разница материала, а все зависит от того, на кого или на что мы надеемся. И мне нравится, как когда-то сказал давно, давным еще в начале своего служения Саша Шевченко, он делал такое выражение, что Бог поджигает абсолютно все то, что Он строит. Для того, чтобы закалить, испытать. И смотрите, я строю, я планы строю, я это все. И на чем я это все основу ставлю? Я это делаю, у меня получится, у меня, скажем, такая идея, у меня вот такие способности, я сделаю. Это сено. Потому что это построено на мне. Если я строю на ком-то, вот, как бы сейчас Дима красиво подчеркнул, пророку не получилось, молитва сорвалась. А что, Господь поменялся? А Господь специально делает так, чтобы пророки не доезжали, большие проповедники не доходили, для того, чтобы поднять следующего сосуда. В зависимости от того, на что мы надеемся, наши планы, наши цели, в зависимости, потом мы становимся материалом, горшком или с дерева, или остаемся все-таки быть глиняной, всего-навсего. Главное мне только за порог. Или же потом я становлюсь золотым или серебряным сосудом. Реакция на трудности, реакция на испытания меняет материал, с чего я начинаю состоять. Понимаете меня? Я доступно объясняю. И потом как раз вот 22 стих, что мы сейчас прочитали, что общего с сосудами, и вот здесь юношеские похоти, убегай. Ну ладно, это молодежи. А вот нам какие там... Извините, это всем. Старичка одного брата спрашивает, дедушка, а у вас дьявол искушает? Говорит, только и осталось одно искушение. Понимаете, факт тот, что пока человек на земле, он всегда под властным искушением, в любом плане. Сказать, промолчать, подать вид, что ничего не понимаю, пройти и тому подобное, мимо. И много-много чего. А вот здесь вот, как раз я, когда смотрю на эти вещи, 22 стих говорит о том, я сосуд. И 22 стих говорит о том, чем я его наполняю. Это может быть самый драгоценный сосуд, но извините, если всегда туда что-нибудь такое бросать, он очень скоро может испортиться. вы знаете, что оксид, окость, я не знаю, как по-русски будет, оксид золота. Вы знаете, что золото тоже окисливается. И оксид золота – это обыкновенный графит. Откуда я это взял? Я это взял, я не химик, но я это взял из Библии. Графит. Бриан превращается. Откуда я это взял? Почему я это знаю? Спасибо за подсказку. Возможно, я же говорю, что я не химик, каюсь. Но я это взял из Библии и из объяснений, в принципе. Помните, когда народ израильский согрешил? И когда они тельца сделали, поклонялись тельцу, Моисей вернулся с горы с Иисусом Навином, приходит и говорит, обличил и говорит, принесите все золото, снимите все украшения ваши, соберите всех ваши драгоценности, принесите ко мне. Написано, он сжег золото и растер его все драгоценности. Оказывается, золото, просто-напросто, растер его и как порошок высыпал его в поток. И оттуда я знаю, что золото окисливается. Если в самые-самые драгоценные сосуды ложить, извините, всякую, вот что сейчас предлагается, оно тоже может стать никому не нужным. Поэтому 22 стих говорит, прежде всего, что не надо делать. Юноши с похоти убегай. Давайте скажем, не то, что мы только все на юношей. Любую сегодня, любую похоть, любую, вот всю вот эту вот мрязь, которая сейчас раздувается. Я как-то пересматривал, искал некоторые материалы, а вы знаете, что какое слово напишешь, пишешь нормальное слово, к одному какому-то нормальному слову, там целая куча разных слов. Интернет добавляет и все предлагают. Я как посмотрел, как сейчас объясняется вся вот эта вот современная грязь, извините, пропадает аппетит, пропадает вообще желание жить в этом мире. Как сегодня, скажем, относятся к самоудовлетворению, или по-русски сказать, по-простому, по-народному, самоудовлетворению? Это вообще, это же, скажем, такая медицина, такая таблетка, что такого не бывает. Как вообще ко всему, к аморальности, как сегодня вообще мир относится? Я не то, что говорю, как люди ведут себя, а как сегодня психологи предлагают, врачи рекламируют, да это же такое, вот такое благо, блаженство. Естественно, что, особенно молодежи, конечно, в этих условиях очень трудно остаться целыми, невредимыми. Давайте посмотрим на Иосифа. Иосиф, да, это сын старости, да, это любимчик у папы, да, у него драгоценная одежда, у него все, все хорошо, да, тем более ему приснились какие-то сны непонятные. Он идет к братьям, от папы несет привет, и они его встречают, конечно, они дружелюбно, они его кидают в ров, хотели продать, потом его хотели убить, потом продают его вообще как раба. и Иосиф, молодой парень, продали его приблизительно, ему было 17 лет, может, 18. Приблизительно ему было 19-20 лет, к нему цепляется жена, хозяина, он раб. И один из братьев, он опоздал в собрании, и сел так сзади, сидит вместе с молодежью. А брат проповедует о Иосифе, и как он, мол, честно поступил. А ребята сзади говорят, вот, простофиля, мягко говоря сказать. Да, получил бы удовлетворение, все было бы хорошо, тюрьму не пошел бы. Это сидят братья в церкви, рассуждают голос. Понимаете, а Иосиф говорит, я не сделал такого греха, такого зла перед Богом. Давайте скажем, когда жил Иосиф, у него не было еще ни благодати, у него не было даже еще закона, потому что Иосиф жил еще до закона. Он жил под законом совести. Иосиф, это, да, один, скажем, предпоследний сын в своем родстве, он знал, как в Сихеме, когда подошли, их семья пришла и купили поле близ Сихема, когда они там жили, вышел молодой парень Сихем, увидел его сестру Дину, и украл ее, обесчастил ее, изнасиловал. И Сихем, получается, это сын царя. А для царских сыновей все можно. И когда даже они предложили для Иосифа, для Израиля, чтобы весь Израиль сдружился с Сихемом, с этим городом, они говорят, мы не можем этого сделать, вы не обрезанные, мы обрезанные, мы никак не можем с вами соединиться. Сихем приходит к папе, уговаривает папу, они уговаривают всех, вообще всех мужчин, сделать всем обрезание, только для того, чтобы угодить этому сыночку. Иосиф все это знал, он помнил эти вещи. Но он живет не, извините, животным влиянием, лечением, он живет совестью. И когда Иосиф хранит себя перед Богом, ну и что с этого получилось? Вообще в тюрьму, еще хуже, годы идут. И приблизительно около 13 лет Иосиф проходит специальную школу пред Господом. Получается, я недавно встречался с одной нашей знакомой, с сестрой еще с нашей молодости, у нее вообще серьезная жизнь получилась, очень серьезная жизнь. Вышла замуж за сына пастыря, позже он стал наркоманом. У них трое детей не приехали в Америку, ни копейки за душой приехали по паролю, никаких поддержек, ничего нет. Она занимает деньги для того, чтобы прокормить семью, она занимает деньги для того, чтобы еще проплатить дорогу, которую приехали. Трое маленьких детей, она на работе, как только какую-нибудь копейку принесет, муж сразу ворует, забирает, прокуривает, пропускает все это. Она купила машину за 100 долларов. Пару дней проездила, машина поломалась, трансмиссия полетела. Подруга, сотрудница на работе, наша славяночка, говорит, слушай, мой брат ремонтирует трансмиссии, 500 долларов, и он тебе поремонтирует. И к третьей говорит, слушай, вот у Любы поломалась машина, займи ей 500 долларов, брат поремонтирует машину, а она тебе отдаст. Ну, знаете, есть такие помощницы. А Люба молчит, потому что, она говорит, у меня нет денег, я не могу тебе сейчас отдать, я не занимаю у тебя. А та, говорит, нет проблем, у меня, я не замужем, мне денег достаточно, когда-нибудь будут у тебя, отдашь мне, когда только захочешь, когда только у тебя будет возможность. Ну, говорит, ну, ладно, если такое дело, ну, слава Богу, спасибо вам, сестры. Через три дня она приходит на работу, и та подруга, которая занимала ей деньги, просит, отдай мне деньги, мне надо 500 моих долларов. Она говорит, я же тебя не просила, я же тебе объяснила, ты знаешь мою ситуацию. Отдай мне деньги, я сказала. Говорит, я доработал до обеда, и вместо обеда, говорит, я вышла, она работала на вверхаус, это в Кенте, говорит, я вышла за этот вверхаус, встала, говорит, Иисус, ты знаешь, что я сейчас стою за этим вверхаусом, вот 167-я, и там 267-я, на этом перегрестке. Ну, ты знаешь, Господи, но я тебе хочу сказать, ты знаешь, что я не просил никакие деньги, и у меня требует 500 долларов. Где я их возьму? Если ты мне дашь, то я их отдам. И говорит, никого ланча у меня не было, ничего не было, никакого аппетита у меня не было, у меня только крутилось в голове, у кого перезанять деньги, для того, чтобы отдать. Ну, мы приходим с ланча, и хозяин говорит, извините, я забыл вам сказать, вообще, это должен был сделать пару дней позже, но почему-то мне захотелось сделать сегодня. Я вам делаю сюрприз. Нашей компании 25 лет, юбилей, и я всем решил сделать подарки. И всем по 25 долларов кеши, в конверты. Это 300 рабочих, он всех их построил, уже работы после обеда не было, и всем там какие-то пилоточки, и там вот конвертики заложили, и там как раз заложено было 25 долларов, в этих специально-таки сделаны маленькие конвертики. Говорит, ну сегодня среди вас здесь кто-то, один очень счастливый человек. И все получили эти конвертики, пришли, всем пожали руку, все улыбаются, все счастливы, все открывают конвертики, и у всех есть по 25 долларов, говорит, а у меня нету. 25 долларов, это же, это тогда был, ну почти бак бензины, это несколько лет назад. Ну всем 25 долларов есть, а у меня нету. Ну всем же, не надо так деньги, как мне надо. Ну а что скажешь? Я сижу, молчу. А он спрашивает, а у кого есть, ну у кого просто бумажка в конверте? Я, говорит, молчу. А подруга, которая рядом сидит, говорит, Люба, ну встань, скажи. Ну я, говорит, показываю, что у меня бумажка. Иди сюда. Она выходит вперед. Говорит, а вот для нее сегодня 500 долларов. И она, говорит, я так взяла этих 500 долларов, и, говорит, не знаю, что делать. Кому кричать спасибо, слава Богу, кому что? Я, говорит, не знаю. Вера, на, возьми своих 500 долларов. Она, говорит, встала, плачет, и не может подойти. Она не может взять эти деньги. Говорит, все русские в компании, все знали за эту ситуацию. Просто рев пришел в этом помещении. Они все ревут. Американцы смотрят, не знают, что происходит. И, говорит, потом, такая пословица пошла в компании, если нету кеши, иди за Верхаус. Понимаете, все зависит от того, чем мы себя наполняем, чем мы живем, с чего мы начинаем наш день. Особенно вот этих вот, скажем, 22 стих, как наполнение, для меня буквально последние несколько недель. Я сам себя поймал на том, что я очень часто начал проверять новости. Или когда, например, на Ютубе какие-то проповеди приходят, если раньше раз в день проверял, несколько раз в день уже начинаю проверять, начинаю слушать. И я понял, что я наполняю себя не тем, чем надо. Я просто-напросто выключил. Я просто перестал проверять Ютуб. Я могу выйти, посмотреть одно, второе. Например, страничку нашу, я часто проверяю, несколько раз в день. Если там, в зависимости, конечно, от занятости, но утром и вечером обязательно проверяю. Но на Ютуб специально не выхожу. Вот специально, не выхожу и все. Потому что я понял, что это не то, не для меня. Чем мы наполняем себя? Мы хотим быть сосудами в чести. Мы хотим быть угодными Богу на любое его доброе дело, в любой момент. Вот ему надо, он что-то, понимаете, вот вы на кухне, вы что-то делаете, вы что-то вот здесь вот собираете, или выливаете, вам надо срочно какой-то сосуд, чтобы что-то вытащить и туда ценное положить. И вы смотрите, любое, ну такое, как надо. И вы взяли, вы знаете, вот что здесь, этот сосуд, как раз, как раз вам его надо, вы взяли туда положить, а там грязно, а он не помытый. Или у вас здесь что-то портится, вам пропадает настроение. Давайте мы не будем не будем портить настроение нашему Господу. Не наполняй себя гадостью. Не хлебчий, ну, не хлебчий, как это будет по-русски сказать, не сербай с помойки. Питай себя Божьим словом. Прежде всего, 22 стих говорит, не делай, не надо тебе ничего, если ты не можешь. Скажем, вот то, что я сейчас сказал по поводу новостей, это, я этот пример слышал намного раньше у Давида Вилькерсона. Я думаю, что все вы слышали такой пример, такое имя. Давид Вилькерсон, это проповедник в Нью-Йорке, через которого Господь сделал очень серьезное пробуждение в Нью-Йорке, в самых таких трущобах Нью-Йорка. Он начал проповедовать, его хотели несколько раз убить, много раз хотели убить, но к нему, через его служение покаялся Ники Круз, это серьезный сейчас служитель, главарь серьезной банды. И очень много амбандитов покаялось, и он сделал целую сетку движений по всему миру. Teen Challenge. С чего все началось? Началось с того, что он говорит, как молодой пастырь, я специально во время, днем, после обеда я взял время смотреть новости, чтобы знать, что происходит в Нью-Йорке, чтобы знать, за что молиться, куда. Но говорит, я через какое-то короткое время понял, что я делаю не то, что надо. Я понял, что новости, обыкновенные новости, я не говорю за грязь. Я понял, говорит, за новости, которые я сейчас смотрю, они меня не созидают, а разрушают. Я это время просто перестал специально вообще смотреть новости, и это время уделил для того, чтобы прийти, встать на колени, молиться за Нью-Йорк, молиться за эти трущобы, за этих бандитов там, и за короткое время. если вы не смотрели или не читали, посмотрите «Крест и нож» книга, там хорошо как раз в этот момент открывается. И это принесло пробуждение в Нью-Йорке, и много-много тысяч людей пришло к Господу через его служение. Поэтому, друзья, дорогие, первое, Библия говорит нам, не делай. Я недавно разговаривал с одной женщиной, которая работала на новостях, и когда я родила ребенка, я вообще ушла с новостей. Почему? Я поняла, что это не новость, а это горесть. Я, оказывается, проповедую людям, я говорю религиозным языком, мы хватаем, где что происходит, и мы людям рассказываем. Смотрите, это то произошло, то произошло. Но, говорит, когда я пережила вот этот момент рождения ребенка, я поняла, что я не новости людям несу, а горести людям несу. Я говорю, ты ушла вообще с новостного канала, я не стал этим заниматься. И поэтому, прежде всего, не делай того, что тебя не созидает. То, что портит твой сосуд, что разрушает тебя, что делает твой сосуд, извините, ну, нечистым. А второе, Бог говорит, делай. Что делай? Держись тех людей, общайся с теми людьми, которые, как это здесь, держись правды, веры, любви, мира со всеми, призывающими имя Господа чистого сердца. Да, 23-й из там стихи еще говорит, глупых и невежественных состязаний, уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господню Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Скротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободившись от сети дьявола, который уловил их свою волю. 23-й стих от глупых и невежественных состязаний, уклоняйся. Я этот стих взял себе как для того, чтобы не втягиваться вот эти вот, сейчас есть очень много блогеров, которые все знают. Это политические, религиозные наблюдатели, которые того критикуют, с кем там, ссорятся, того вытягивают, вызывают это самое. Даже когда-то у нас между нашими братьями были какие-то вот по этому поводу нам. Смотри, что он сказал, смотри того, что он сказал. Этот стих просто всплыл в голове, братья, оставьте их в покое, пусть они себе ковыряются в своих... Не надо чужого белья. У нас есть Слово Божье, достаточно. Предупредил один раз, два раза, оставь его в покое, пусть себе, Господь с ним сам разберется. А держись правдой, верой, любви с теми, кто Господа призывает от чистого сердца. Я не думаю, что я много на негативе внимания уделил. То, что даже я уделил, я думаю, что это хороший, позитивный такой пример, свидетельство, как Господь вникает в каждую нашу мелочь, в каждую деталь нашей жизни. Мы Ему не все равно. Буквально абсолютно все, что есть. Да, следующий человек еще хуже. Кому-то есть 25 долларов, а тебе нету, тебе пустая бумажка. Но потом всем 25, а тебе 500. Когда мы правильно реагируем на испытания, правильно реагируем на трудности, Господь, ты все знаешь. Господь, ты все держишь в своих руках под твоим контролем и волос не выпадает с моей головой без твоей святой воли, ты и в этом меня проведешь. Надеюсь на тебя, доверяюсь тебе, Иосиф и Сихем. Иосиф с рабы в цари, Сихем и старя в преисподнюю. Тот жил совестью, Иосиф, Сихем жил чувствами. Как только увидел преимущество первой ночи, окей, преимущество первым попасть в ад, нет проблем. Там преимущество совести, не сделаю такого зла пред Господом. Иосиф, папа не видит, мама не знает, царь не увидит, твой там Патифар, он дед старый еле ногами двигает, все будет хорошо, будешь жить вот так. Нет, нет, ребята, я лучше хочу быть там, жить хорошо. Все будет хорошо, Господь все знает. И еще на годы в тюрьму написано, что душа его вошла в железо. Свиночерпью, хлебодару, снят сосны. Как только пристаньте пред царем, будет вот так и вот так. Скажите, что я здесь сижу незаслуженно, я ничего не сделал, я не виноват, я чистый. Еще два года калатает Иосиф там. И приходит день, приходят к Иосифу и говорят, ну что Иосиф, снимай свою полосатую одежду, иди, мойся, приведи все в порядок, давай прическу сделаем, одевают по-царски. В один момент, в один день срабы в царьи, сраба в царство, предстает пред царем. И через Иосифа царь потом поклонился отцу. Царь, фараон Египта, посмотрите внимательно, потом, когда увидел Иакова, поклонился Иакову из-за Сына. Того, который сказал, что я не сделаю зла пред Богом, жил по совести. Наполняем себя любовью, миром, праведностью, ищем контакты с этими людьми. Я не говорю ни контакти с неверующими, только с какой стороны? Так, для того, чтобы им показать дорогу в небо. Да будет имя Господа благословенно. Мы говорили с вами о сосудах, а сегодня говорили о наполнении. Не наполняй себя грязью, а наполняй себя, чтобы имя Господа было благословенно и прославлено. Тогда мы будем всегда теми сосудами, которые будут угодны владыке на всякое его доброе дело. Как только он так посмотрел, там, кто как называет по имени, иди сюда, ты мне нужен. Буквально какое-то одно слово в правильном месте, в правильное время. Друзья, я смотрю, что Господь много чего сделал через иммигрантов в Ветхом Завете. Да и в Новом тоже. Через апостола Павла. Он везде был иммигрантов в Европе. Вы, каждый из вас, индивидуально, мы имеем тот же титул. И если мы будем ходить пред Богом, мы кому-то кость в горле, мы кому-то ненужной, негодной вещью, кто там какой-то там. Но для кого-то в одно время буквально каждое твое слово, каждый твой шаг – это пример Царства Божьего. И поэтому Господь нас ведет для исполнения своих целей. Господь нас готовит для того, чтобы через нас излить в это последнее время свою благодать на этот мир. Особенно, если мы здесь в Энкоридж, для нашего города, на Аляске, для нашей Аляски. И я благословляю вас, дорогие, чтобы мы наполнялись Господом и были готовы сегодня, в это время явить этому миру нашего Господа Иисуса Христа. Мы сосуды. Приходит трудность ни хныч, ни ропщи. Благодари Господа. Пройдешь. Бог проведет. Бог поднимет. И Бог прославится через тебя. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok